Здравствуйте! Хочу сегодня предложить вам такой небольшой мастер-класс по изготовлению оберега нашего дома. Так называемый чур – это славянский бог, хранитель нашего очага. И он, значит, кто не верит, может, конечно, не делать, но вообще это с давних времен идет, что этот оберег, этот талисман, если вы его повесите возле входной двери, он предотвратит и вообще будет оберегать ваш дом от ненужных посетителей, от воров и так далее. Кто живет в частном доме, лучше, конечно, такой оберег сделать на наружной стороне дома, возле входной двери. Можно где-то возле ворот или, ну, я знаю, там даже есть люди на фронтонах, крыш выкладывают. Ну, а я хочу предложить вам вариант, как сделать такой симпатичный небольшой оберег, который можно будет повесить возле двери, и он будет вас охранять. Смотрите, для этого нам надо, вот я взяла картонку, небольшую картонку, это, не знаю, из-под чего, из-под какой-то коробочки, и два кусочка кожи. Тут на выбор можно сделать хоть на светлом фоне будет оберег, хоть на темном. Ну, я вот, у меня такая мысль, что хочется мне сделать на темном фоне, но посмотрим, как оно сейчас будет. Значит, для того, чтобы сделать тесненный такой рисунок, я решила, вот смотрите, к бумажке, вот я нарисовала сам, ну, сам оберег этот нарисовала. Оберег называется чур, кто не верит, посмотрите в интернете, это действительно очень сильный такой оберег. Вот, значит, как я приклеиваю сюда шнурочек, чтобы он был потом очень плотным. Смотрите, я беру шнурок и нарисовала по углам такие точечки, да, вот, и для того, чтобы потом угол хорошо подклеить, я беру вот так вот плоскогубчики, и шнурочек этот наш, делаю такой вот уголочек. Сейчас, мне не очень удобно взяла сейчас. Так, хорошенечко прижала, и вот у нас уже угол будет, останется только приклеить. Так, где тут следующее? Вот следующий. Так, видите, оно как идет по кругу, вот так вот. Так, это вот у нас есть, и вот здесь загибается вот сюда. Теперь я намазываю клеем. Я придерживаюсь того, что вот этот оберег надо нарисовать именно от руки, никаких линеек там не надо применять, а именно, ну, так вот, как вы, ну, задумали. И еще, конечно, самое главное, это то, что вы должны верить в то, что вы делаете, что если вы решили, что этот оберег вам будет помогать, то он действительно вам будет помогать. А если вы будете, ну, не верить, то лучше за это дело и не браться. Но это, будем говорить так, уже проверено, и не единожды, и не в одном доме это работает. Значит, мы сейчас сначала наживим, а сейчас хорошенечко это все придавим. И когда оно подсохнет, оно будет очень плотно, и будем мы с вами делать выпуклый рисунок на коже, тиснение так своего рода. Вот. Ну, я вот так вам показала, обклею все остальное и покажу готовую работу. Вот, просмотрела и увидела, что не видно, как я поджимаю плоскогубцами. Смотрите, значит, я буду показывать дальше. Вот я наметила, здесь один у нас будет стык. Ну, в принципе, он здесь один, а здесь вот окончание нашей полосочки. Отрезаем полосочку нужной длины. Это обычный шнурочек, очень плотненький. И теперь я беру, смотрите, вот плоскогубчиками, в месте, где у нас будет сгиб, и хорошо-хорошо-хорошо его просто так прижимаю. Вот. И получается оно, видите, вот такой у нас будет контур сейчас. Теперь я наклеиваю клей. Дело в том, что клей нужен немножко, чтобы я намажу, и он тоже немножко будет постоять, потому что он не сразу становится липкий, и я должен немножко, как бы, побыть. Вот. Теперь мы прикладываем наш шнурочек. И подклеиваем. Ну вот, как-то так. Ну вот, картиночку я полностью обклеила. Подсох мой шнурочек, вот, не двигается уже. Он стал таким плотным за счет того клея. И теперь мы будем делать... Конечно, мне хотелось, хочется сделать на черном фоне. Хотя черная кожа более плотная. Ну, давайте попробуем. Значит, смотрите, что мы делаем. Я уже делала недавно мастер-класс по поводу, значит, как делать тиснение на коже. Вот. Ну, давайте повторение мать учения. Давайте еще раз попробуем. Значит, мы здесь хорошенечко намазываем клей. Пусть он пропитает нашу кожу. Сейчас мы это дело размажем. Кожа немножко даже смягчится от этого. Так. Сейчас мы намажем еще хорошо саму нашу картоночку. Вот, для того, чтобы было... Так, ну вот, видите, наше... Сейчас мы, может быть, даже еще разок подмажем, потому что кожа впитывает. Здесь мы тоже все хорошенечко должны намазать. Ну, я немножко так намажу. Сейчас мы это дело размажем. Так, такие удобные палочки у меня есть для мазания клеем. Ну, в принципе, работать можно любым подручным материалом, какой у вас найдется в доме. Может это быть или толстая иголка, или ножницы, или отвертка. Так, так быстро клей сохнет. Наверное, мы сейчас еще должны немножко доложить сюда клея. Клея уходит много. И сюда доложим еще немножко клея, потому что он уже весь впитался. Так. Здесь мы размазываем. Так, и здесь у нас клей наложен. Здесь мы тоже так все аккуратненько сейчас быстренько размазываем. Самое главное промазать вот здесь внутри, чтобы, значит, наш клей вот здесь приклеился. Именно в узких наших местах. Потому что, если он не приклеится, то никакое у нас тиснение с вами не получится. Ну, и что? Давайте пробовать. Так, наверное, мы сначала положим вот так. Ну, и теперь переворачиваем. Переворачиваем. И сначала мы это делаем пальцами. Обозначаем, где наш рисунок. Потому что, видите, я перевернула. Вот теперь мы сюда повернем. И на помощь нам приходят различные инструменты. Как я уже говорила. Вот у меня очень хороший инструмент. Это крючок для вязания. Значит, сначала мы должны, наверное, проклеить все наши вот такие вот мелкие запчасти. Кожа достаточно плотная. Конечно, надо было бы брать более тонкую кожу. Но так как черная у меня более тонкая нет. А это у нас кожа с сапога. Сапоги были достаточно хорошими и плотными. Ну, и вот таким вот образом всячески прижимаем. Наверное, это займет достаточно много времени. Поэтому я покажу вам уже готовые результаты, что мы будем делать дальше. Ну, вот смотрите, я подклеила и у меня получился вот такой вот выпуклый рисунок. Теперь я хочу сделать так, чтобы и с обратной стороны тоже было... Ну, вот я вырезала здесь кусочек кожи. И, значит, это пятнышко немножко мокрое. Значит, и подклеить с обратной стороны кусочек кожи. Ну, это, в принципе, совершенно не сложно. Сейчас мы это сделаем. Вот тут наносится клей. Размазывается и приклеивается. То есть на этом можно не останавливаться. Я приклею, а потом покажу вам. Я хочу немножко еще поддекорировать свою выпуклую сторону. Поэтому покажу, как это делается. Ну, вот смотрите, у меня есть такая акриловая краска. Эмаль акриловая. Она такой серебряный вид имеет. Вот мне немножко хочется поддекорировать нашу картинку. Дело в том, что она получилась и так достаточно такая, как бы сказать, красивая, симпатичная. Она получилась вроде бы и с острыми углами, но в то же время такая уютно скругленными этими углами. Вот. Но мне вот хочется, чтобы она немножечко так, как бы, еще и светилась. Вот. Для этого мы вот эту акриловую краску не надо красить, а надо немножко, как будто бы вот так вот ее... Вот я набрала на кисточку и вот так вот обтерла кисточку. И почти сухой начинаю вот так вот, смотрите, набрала, обтерла и начинаю вот так не красить, а как будто бы втирать. Тогда получается такой эффект очень, как бы, прям освещения. Вот так, смотрите, видите? И ощущение, что это даже металл такое получается. Вот. Где-то, если не прокрасится, то это не страшно. Такое ощущение действительно металлизированное, будто бы. У вас, может быть, под таким углом лампа светит, что не очень хорошо видно. Сейчас я подниму, и вы увидите, насколько это получается красиво и очень интересно. То есть почти практически сухой кисточкой. Такое ощущение. 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 ну и при желании можно конечно еще где-нибудь сделать такое свечение по краям можно и не обязательно я намазала и мокрой салфеточкой протираю чтобы осталось совсем чуть-чуть чтобы она только небольшой-небольшой такой задавала тон эти акриловые краски они очень хорошо можно ими раскрашивать и кожу и ткань и дерево и все что только вам вашей душе захочется ну вот посмотрите вот мы сделали с вами такой вот оберег вот я уж не знаю как под освещение она смотрится в общем-то очень даже так металлические очень симпатично но осталось что сделать нам осталось нам пробить дырочку и повесить его возле двери а для этого мы берем вот у меня есть доска я уж не знаю как будет видно или нет сейчас посмотрим вот здесь я беру еще чуть-чуть подвинем так что было вам видно я беру вот у меня есть пробойничек наметили дырочку примерно вот здесь и буду сейчас забивать я же сделаю чтобы она у меня есть мастер-класс как пробивать дырки в коже но вот смотрите какая прекрасная получилась дырочка теперь нам осталось вот взять у меня есть такой симпатичный шнурочек я его вот сюда засуну вот так завяжу и повешу возле двери и скажу вам у меня есть она возле входной двери такой есть я выкладывала из камней вот ну повешу еще и внутри дома вот такая вот у нас получилась прекрасная вещь кому понравилось можете повторить и сделать и ваш дом будет в безопасности всего вам доброго до свидания